Привет с вас друзья, добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим о последних новостях игры. Их я уже говорил в последнее время достаточно много и тут появилось очередные две интересные новости. Первая новость перед вами пройдет специальный выпуск Night City Wire. Напомню, что до этого ходили слухи, что только будет три выпуска. Тут же у нас выходит специальный выпуск. Авторы официальной группы ВКонтакте, которая преодолела 100 тысяч подписчиков Cyberpunk 2077, сообщили, что в ближайшую субботу, 3 октября, в рамках онлайн-презентации Игромир Онлайн пройдет очередной выпуск Night City Wire, который будет посвящен русской версии игры. Трансляция пройдет в официальном сообществе Игромира, начнется в 2020 по московскому времени. Наш Ави берет курс на Игромир Онлайн 2020. В специальном выпуске шоу Night City Wire мы раскроем несколько секретов и покажем, как Cyberpunk 2077 звучит на русском языке. На мой взгляд, это очень крутой подгон от поляков. Почему? Потому что если мы вспомним вот этот ролик, когда мы его слушали на русском языке, конечно, локализация шикарнейшая. Поэтому хочется еще и больше. Ну а также узнать пару секретов игры. Почему нет? Поэтому я вас буду ждать вечером в субботу у себя на стриме. Пообщаемся, повеселимся. Также у нас засветился в небольшом рекламном ролике снова Киану Ривз во время финала НБА. Как стать преступником в 2077 году? Если попасться в Night City, вы можете стать кем угодно и чем угодно. Если ваше тело сможет заплатить цену, так что ловите момент, а затем спалите все к чертям. Ну и также бразильским журналистам посчастливилось поиграть в Cyberpunk. Они нахваливают проект. Управление транспортным средством. Они считают, что не аркадное, но правда очень быстрые тормоза. То есть имеется в виду тормозит машина, а также уходит быстро в заносы ваша машина. Помимо этого, взломы различных систем нередко сопровождаются нетривиальными мини-играми, требующими грамотно распределить память и вычислительные ресурсы. В зависимости от установленных в тело V кибернетических улучшений, перед игроками могут открываться совершенно разные пути прохождения одной и той же миссии. Многие пройдут Cyberpunk не один раз. На это, кстати, и рассчитывают разработчики. Механика скрытности проработана на достаточно высоком уровне. То есть любителям стелс-миссий вперед вам все дороги открыты. Жители Найт-Сити ведут себя очень продвоподобно, занимаются своими делами и всячески взаимодействуют друг с другом. То есть будет ощущение того, что мир живой, а не пустой. Также Bloomberg написала, что стандартный график работы или очередной перенос. То есть у нас светил очередной перенос, но CD Projekt Red сделала свой выбор и просто перешла на шестидневную рабочую неделю. В общем, теперь можно смело выдохнуть и сказать, что поляки молодцы. Они делают все, чтобы более не переносить киберпанк. Да, потому что, на мой взгляд, очередной перенос бы сильно ударил бы по самой игре. А тут они сделают все, чтобы выпустить проект вовремя. В общем, вот такие новости. Как вы видите, новостей все больше. Они все интереснее. И мы уже достаточно скоро увидимся через пару дней на стриме и посмотрим, что же за секреты нас ждут. На этом это все. Спасибо, что смотрели. Всех благ вам. Пока-пока.